Рыба. Один из самых ценных продуктов. Она содержит большое количество полноценного белка, витаминов, макроэлементов, без которых человеческому организму ну никак не обойтись. К выбору рыбы надо подходить с особой бдительностью. Одной из самых опасных считается пангасиус или баса. Эта рыба в основном выращивается в реке Меконг во Вьетнаме, где уровень загрязнения воды один из самых высоких в мире. И сами понимаете, что попадает в ее организм. Красная рыба. Лосось, семга, кита и другие подвиды высоко ценятся кулинарами. Но для достижения товарного цвета недобросовестные производители порой используют корма с красителем, который негативно влияет на зрение человека. На аквафермах часто используют дополнительные добавки, такие как гормоны, витамины и консерванты. Благодаря им на прилавки попадает рыба как на картинке. Вся на подбор крупная, красивая и одинакового размера. Всю правду о рыбе, которая попадает на наши столы, обещал рассказать наш гость, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Александр, новый ты рыбак? А нет? Наверное, не такой, как наш президент активный. Но иногда бывает. Кстати, вот этот момент. В искусственных водоемах ловить надо и вообще такую рыбу надо покупать, которая выращена искусственно. Вы знаете, я бы сразу хотел поправить. В предисловии была вкралась ошибка, когда перечислялись лососевые, кита и их вообще всего 12. Никаких добавок там нет. Рыба питается в океане, кормами естественного происхождения. Собственно, почему она имеет красный оттенок? Потому что она много в пищу употребляет криля. Соответственно, вот. Понимаете, вот для нас важно понять следующее. Что вот Россия, которая омывает 13 морей с выходами в 3 океана, просто богатейшая страна в отношении рыбы. Огромное количество. 240 видов промысловых видов рыбы. И все мы это едим, вы хотите сказать? Нет. Безусловно, не-не-не. Мы все это едим, безусловно. И вот есть рыба дикая, а есть рыба из аквакультурных хозяйств. Не только из Вьетнама, не только из Китая, еще и прежде было много очень из Норвегии, а еще есть вот эта дрянь в виде Дорадо, Сибаса. Надо ее покупать, нам скажите, самое главное. Вы понимаете, в чем проблема? Россия это единственная в мире страна, подчеркиваю, единственная в мире, где вот эта вот дрянь аквакультурная, из Меконга, там и прочее, стоит в разы, то есть в 5, в 7, в 8 раз дороже, чем дикая рыба. Вот в чем наш национальный позор заключается. Я не понимаю, как это произошло. Что это произошло, потому что нехватка натуральной рыбы, что называется, да, наверное? Любовь с вами. Ну не знаю, транспортировка, там цены и так далее. 4,5 миллиона тонн. Мы даже эту всю рыбу не можем, мы только половину ее съедаем, остальное все на экспорт уходит. Понятно, хорошо. Как на прилавке понять, это искусственно выращенная и попавшая к нам рыба, или все-таки натуральный продукт? Ну, прежде всего, надо ходить к одному и тому же прилавку, где у продавца не будет соблазна вас обмануть, потому что он будет понимать, что вы придете завтра, приведете своих соседей, детей, родственников и так далее. Это первое. Второе. Вы должны вот в своем рационе, ну, определиться, ну, обычно сколько вы, ну, 10, 12, ну, 20 видов рыбы покупаете, да? Ну, да. Ну, и примерно так определить, что из них является дикой, а что аквакультурной. И постараться аквакультурную вообще исключить из рациона. Во-первых, потому что она в России дороже. Да, это мы уже поняли. А во-вторых, она самая токсичная еда в мире. Вот мне недавно совсем... Слушайте, а дикая тоже может быть опасна. Одно дело морская, а другая речная. Не может, не может. Так ведь боятся заразиться гельминтами, нет? Не надо, не надо. Не надо? Не надо, не надо. У нас 13 морей. Не, а озера и рюки. Девственно, девственно чистые. Рейки и озера, Александр. Ну, реки и озера. Да. Слушайте, кушайте морскую рыбу. Понятно. Девственно чистые моря. Никаких, ничего там, экологических... Ну, знаете, главное, чтобы в магазинах она была. Правильно? Конечно. Вот, спасибо. А в магазинах вы убедитесь еще и, если для верности, проверьте документы. Вот. Вот прекрасный совет. Я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. И мы говорили о том, какая рыба лучше на нашем столе. Редактор субтитров А.Семкин